У нас тут на связи, нас тут буквально на связи находится группа, одна не столичная группа, трек, который прозвучит у нас как раз следующим. Мы пытаемся пока с ними выйти на связь, но я надеюсь, что наши ньюс-органайзеры смогут установить это соединение. Алло, привет! Привет! Да, привет, как дела, ребята? Отлично. Все круто. Все супер. Все круто. Скажите, сколько человек сейчас с нами разговаривает, как вас зовут и с какой вы группы, и с какого города. Все вот это расскажите. Привет, friends with my friends, наш трек как-то звучал, Тёма, Тёма и Никита. Нижний Новгород. Да, круто. Но ваш трек, кстати, еще пока не звучал, он сразу после нашей беседы прозвучит. Блин. Ну что, расскажите, как у вас там погода? Очень холодно. Безумно, безумно холодно. К вам зима пришла, как и в Москву, вот буквально пару дней назад, или все-таки она началась пораньше? Да, и причем это так неожиданно было, что это было очень неожиданно. Сейчас сидим все в зимних куртах, греемся. Ой, как я прям. Ну то есть вы как переносите холода вообще? Вы бы предпочли, если был выбор, вы бы предпочли где-то жить в более теплой стране, или все-таки вот оставаться в России? Оставаться в России нет, это не наше предпочтение. Ну, лишь бы в другом месте, а тепло там или нет, уже не так важно. Тепло от единства, тепло не от погоды. Когда мы вместе, нам всегда тепло. Как здорово. Ну круто. А какой-нибудь у вас есть в городе, ну досуг такой зимний, вы как-то, может быть, катаетесь там на коньках или что-то? Да, у нас очень крутой дворец спорта, там коньки и очень крутая, не знаю, загородная такая движуха, Хабарска называется, там сноубордисты, лыжники. Но мы, к сожалению, немножко в другой теме, в музыке, очень редко посещаем такие заведения. А почему вы говорите об этом с сожалением, что вы в музыке? Потому что не получается, нет времени погадаться на сноуборде и на лыжах. Все уходит туда, все силы, все здоровье. Ну, вам же доставляет это удовольствие? Конечно, огромное. Что, расскажите, может быть, немножечко о том, что сейчас происходит вообще с группой в данный момент, какие у вас концерты, что у вас было недавно, что у вас планируется в ближайшее время? Мне планов, на самом деле, очень много. Сейчас дописываем, наконец-то, альбом. Все очень много спрашивают, почему альбом пишется так долго, потому что, когда все начиналось, мы думали, что это так легко и круто, и ни к чему не обязывает. Но просто планка поднялась настолько высоко, что любой наш косяк, альбомом, станет для нас решающим. Просто не знаю, как сказать. Очень долго находились в поисках своего звука и звукорежиссера, и вот, наконец-то, нашли его, даже сделали небольшую превьюшку альбома и дату выхода, где-то март-апрель. Ну да, а сколько на альбоме планируется треков? Ну, в лучшем случае, 10. Не в лучшем случае, а 10. Вообще, да, я согласен, что запись альбома, особенно в нашей стране, когда у музыкантов немножечко другие условия, нежели это, если это происходит на Западе, это реально большое очень испытание для группы. Многие группы в процессе записи успевают там переругаться, перессориться, и многие группы реально распадаются после выхода альбома. Вот это очень опасно. Ну, у нас говорящие названия просто. Friends will be friends, мы с тобой друзьями. Ну да, они не могут себе это позволить. Ну, круто, круто. Что, может быть, скажете пару слов о песне, которая прозвучит, вот следующая песня будет ваша. С какого она релиза, как она отзывается, и о чем она? Песня как раз является синглом альбома, вышла год назад. Песня получилась совершенно спонтанной, и просто мы даже над ней, можно сказать, не проводили долгое время в работе. Все тепло очень быстро и круто. Было очень много вдохновения, она такая летняя и крутая песня. Не знаю больше чего о ней сказать. Я думаю, наше видео все скажет за нее. Да. Смотреть в нашей группе ВКонтакте. Там есть такой летний крутой видос, который, в принципе, описывает весь тэк и все настроение, с которым мы писали его. Мне кажется, сейчас летний видос особенно приятно смотреть, когда так холодно. Вот наши слушатели, кстати, здесь интересуются, планирует ли ваша группа в Москву приехать в ближайшее время. Да, обязательно весной мы допишем наш, так сказать, долгожданный релиз и составим огромнейший тур по СНГ. И Москва, я думаю, будет на первую очередь из всех городов. Здорово, здорово. А я видела у вас в группе выложенные фотографии очень клевого и красивого мерча. Вы привезете его в Москву? Да, модный-модный мерч у вас. Да, модный. Особенно шапки очень актуальны сейчас, такие холода. Мерч будет новый именно к стилистике альбома. А, к сожалению, все те принты, которые были готовы уже на майках, они распроданы. Но если будет большое количество желающих, то, я думаю, мы возобновим и ту картинку. Но шапки что-то мы там не видели. Шапки хотят. Может быть, скажете немного о том, вообще, сколько существует ваша группа? Группа существует, ну, около трех лет. Может, поменьше немножко. Скоро дня на день группы. Может, у нас подождать заранее. Заранее не очень хорошо. И вот за это время, то, что она существует, как-то по стилистике музыка как-то менялась ваша? Или вы примерно как в одном ключе начали, так и продолжаете фигачить? Музыка на самом деле меняется с каждой нашей песней, с каждым нашим релизом. И у нас приходит что-то малое в голову. Но мы никогда не отходим от той стилистики, на самом деле. Мы как бы были, так играем. Все пацаны просто в группе абсолютно слушают разностороннюю музыку. И не как во многих коллективах, что там пишет один какой-нибудь человек, весь материал. Вот мы сочиняем все это дело совместно. И поэтому на альбоме особенно все треки будут разноплановые. Да, это здорово. Я видела у вас в группе, по-моему, там список городов, где вы недавно давали концерты. Может, вы про это расскажете? Как вообще? Много ездите? Много гастролируете? Нет, последний тур был год назад с группой Тапок и с Listen to your friends. Но это было давно, проехали около девяти городов. Пока тур физически невозможен, потому что если и турить, и писать альбом, не получится ни то, ни другое. Как только мы допишем, будет обязательно большой тур. Вот. Ну окей, ждем тогда от вас новостей. Ждем вас в Москву. Спасибо, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Сейчас мы послушаем вашу песенку. Как она называется? Слезавец. Понятно. Прозвучало это, как будто вы слегка нетрезвые. Всем пятница и желаем это всем нашим слушателям. Да, ну все, тогда слушаем вашу песенку. Я надеюсь, что наши слушатели оценят материал и найдут вас потом где-нибудь в интернете, в соцсетях. Спасибо еще раз, что пообщались с нами. Спасибо вам, ребят, пока. Всего вам пока. Пока.